Доброе утро! Доброе утро! Нет, ну не то, чтобы мы откладываем до понедельника, но понедельник это действительно такой некий раздел, когда мы стараемся вот именно с этого дня жить по-новому. У нас в проекте все с понедельника начинают ходить в тренажерный зал, все с понедельника начинают худеть, все с понедельника начинают учить новые песни. Вот, потом, если хотя бы 15% из этого сбывается, я считаю, что неделя прошла не зря. Ваш приезд в Новосибирск в этот раз, насколько я понимаю, связан с подготовкой к концерту коллектива, которым вы руководите и в котором выступаете, цена Ра 21 века. Он связан с подготовкой, но потом я вообще очень люблю Новосибирск, потому что у меня здесь много друзей. С некоторыми ребятами я выступал в качестве концертмейстера на разных международных конкурсах. И со многими очень приятно повидаться. Зайти к своим коллегам в театры, с которыми мы недавно виделись, на Ассоциации музыкальных театров и так далее, и так далее. Дел много, помимо проекта, конечно. Неужели все успеваете? Знаете, в свое время одного выдающегося педагога, когда ему насчитали 32 рабочих часа в неделю, его спросили, а как же вы все успеваете? Он сказал, я очень рано встаю. Вот я также, я стараюсь очень рано вставать, и поэтому, наверное, успеваю практически все. А какую программу для зрителей подготовили в этот раз, Тинара 21 века? Вообще удивительно, что мы посмотрели всю историю нашего коллектива, уже более чем 10-летнюю, и с большим концертом в Новосибирске мы, как выяснилось, не были ни разу. Это вообще удивительная штука, потому что более тысячи концертов, 250 городов, и как-то странно. Хотя ребята солисты нашего проекта, и Александр Захаров, и Максим Пастер, мы здесь бывали со своими сольными концертами. Я сам лично только в этом году, в марте, аккомпанировал Вероники Джоевой на концерте в филармонии, поэтому мы здесь были. Но вот так, чтобы привести программу, не получалось. Поэтому для первого концерта выбрали программу, которую мы сейчас под Новый год называем «Новогодний концерт по заявкам» или «Золотый шлягер о любви». И в эту программу вошли как итальянские и испанские песни, так и знаменитые песни советской эстрады того времени, которое нам более близко, чем нынешний. Слушайте, ну тема-то какая теплая и приятная для такого времени года. Тенор – это вообще существо такое теплое, но всегда ассоциируется, конечно, прежде всего с Италией, наверное. У нас всегда грузинских теноров называли, потому что Грузия – это советская Италия, потому что оттуда вышло действительно очень много замечательных лицов. Ну а мы такие ребята достаточно северные или, знаете, из Черноземья, но смогли собраться в поединый коллектив и поем. Ну, конечно, в основном только о любви, потому что наукой доказано, что высокие ноты, взятые тенором, положительно влияют на, в особенности, на женский организм. Коллективу 10 лет и есть информация, что более сотни концертов каждый год дают тенора 21 века. Ну, более сотни выступлений, так скажем, потому что, конечно, если бы мы давали больше сотни сольных концертов, то, наверное, мы бы очень быстро сошли бы со сцены, потому что, помимо этого, каждый из солистов выходит порядка 40-50 раз в своих театрах, в спектаклях. Кто-то занят на сольных проектах и полным составом, от 8 до 10 человек, мы собираемся на какие-то избранные концерты. И так, в основном, мы ездим в четвером, в пятером, в зависимости от программы. Ты, 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 моя дэя, моя муза, ты, премьер-те фиолет, ты, премьер-те фиолет. Дмитрий, вы из семьи музыкантов, но не только творчество, а еще и спорт были в вашей жизни С самого детства Посмотрите на меня и попробуйте поверить, что спорт был в моей жизни Нет, мы верим охотно, и я даже нашла информацию Галкипер, мини-футбольная команда, здесь я боюсь ошибиться в названии УПИ Атриум, это Екатеринбург, я там учился в консерватории И однажды поигрывал по воскресеньям футбол на городском уровне И один раз, так как командам высшей лиги мини-футбольного чемпионата Вменялась в обязанность играть на таких соревнованиях Вот мы своей дворовой командой попали на команду, которая до сих пор существует Виз Синара, Екатеринбургская ведущая команду мини-футбола И мы на кубке города, их выбили из этого кубка Я как-то так на редкость удачу отыграл в воротах И первые серьезные деньги тогда заработали, да? И тренер другой команды, конкурентная, меня пригласил на сборы И потом в течение полутора лет я вот так оказался профессиональным футболистом Но при этом уже были пианистом Ну, знаете как, пианистом я заканчивал в Уральскую консерваторию И, конечно, все педагоги, которые там меня помнят Они, конечно, знают, что я занимался всем чем угодно Но кроме своей основной специальности То есть я отправил капустники, я делал какие-то вечера Вел оперное кафе на телевидении И играл в мини-футбол На рояле я практически не занимался Это потом как-то меня догнало Уже после того, как я получил травму и ушел из футбола Когда я понял, что именно футбол научил меня трудиться по много часов в день Я после этого открыл для себя то, что я могу за инструментом, за фортепиано сидеть По 6-8 часов И вот я стал ездить на международные конкурсы И со многими, кстати, солистами нашего проекта Познакомился еще тогда на разных международных конкурсах Когда я им аккомпанировал О чем, конечно же, не жалеете? Вообще, знаете, как, по-моему, это Эрик Мария Лемарк сказал в «Трех товарищах» Да, любовь – это никогда не о чем жалеть Вообще не надо ни о чем жалеть Поэтому все, что было в нашей жизни, оно случилось почему-то И оно способствует тому, чтобы мы двигались дальше Дмитрий, спасибо за беседу Зима в Сибири долгая И погода не всегда к нам доброжелательна Поэтому повышаем уровень хорошего настроения, позитива и вообще добра Отличными утренними пожеланиями телезрителям Дорогие друзья, я от всей души желаю вам только добрых эмоций Не только в эти дни, но и на протяжении всей зимы Прекрасного дня желаю вам Спасибо за интервью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok